И тёплой кровью, алой, как заря. И это всё так хорошо, как жизнь, прожитая не зря. И в творении пять лет. Я проткнул свою руку шилом, и теперь вся ладонь занемела. Я хотел, чтобы было красиво, хоть и выглядит скверно. Пьяная мразь злораствовала, тоже мне горе. А кровь текла по канализации в Балтийское море. Я мечтал видеть их повешенными. Всех, кто меня окружал, перестрелять, как собак бешеных. Один из них мне сказал, ты говно, ты никому не нужен. Я ответил, что нужен всем. А в его зрачках суженных отсвечивал Вифлеем. Потом я бил ему морду, а меня оттаскивали бляди. Одну из которых, походу, я отодрал на кровати в прокуренной комнате. Я проснулся! Окошко царапал снег. Люди ходили по улицам. Среди них был только один человек. Он зашёл в эту комнату. Мне стало плохо. Кажется, скоро у нас воскресенье. Он схватил мою руку. Послушай, Лёха, я русский поэт Сергей Веселин. Отставь от меня! Закричал я в ужасе. Ты повесился ещё в прошлом веке. Предварительно вырезав вены. И комната кружится, выворачивая свои стены. Так смотрят пристально в глаза причины, следствия и связь. Не верю чистым небесам. Не верю тем, кто власть. Не верю даже голосам, что лезут из души. Не верю в город Амстердам. Не верю в миражи. Не верю перелётным птицам. Словам, которыми пишу. Но перед следующей страницей от нетерпения дрожу. У этой грани тысячи названий. Она умеет нами править. Не приближайся к ней. Как сладок и прекрасен сон. Затяжка после глупой ссоры. Застыл сон в Петербург. Глаза под чёрный капюшон. Три улицы, потом притон. Дворы, скамейки, разговоры. В соседнем Доне приняли барыгу. Район затих до стрелки два часа. Но каждый раз нам не хватает точки мига, Чтоб всё понять до самого конца. Сознание подвержено закону. И это удивительно. За ней от искажения никто не застрахован. Но как приятно быть обманутым вдвойне. А будут ещё совместные треки? Мы хотим, да. Если честно, вообще мы хотим. Есть идея одного совместного трека. Я просто не хочу предупредить. Про это главишки, тем обычно реже это сбывается. У нас есть. Мы сделаем наоборот. Ну то есть тогда я придумаю куплетовый припев. В этот раз он придумает куплет, А я придумаю припев. Лёша, а вот такой вопрос. Многие исполнители сейчас подались в кинематограф. У тебя таких планов нет? Я снимался в фильме «Дау» в 2009 году, Но его запретили. Ну нет, а ещё какую-то запретили. Меня приглашали на роль Бурлюка В фильме про Маяковского, Но я отказался. Потому что мне неприятно, Как там изображают футуристов. Это полнофазов. По крайней мере, Я не видел эту фильму, Но то, что мне объяснял уже всё, Ну концепция, которую я рассказывал, Это была настолько ересь, Что я, будучи фанатом и знакомым, Как с Ленинградским, С Санкт-Петербургским футуризмом, Так с московским футуризмом, Как с Шашковой Туфанова, Так с Грузинской школой Четыреста один градус, Как знакомый с теориями Малевича, Для меня это всё детский сад, И чина есть, То, что они там делают, Поэтому я даже не хочу как-то обсуждать. Не, а если бы какое-то трэшевое кино, Какое-то, ну может любительское даже, Какое-то. Кино вообще, это на самом деле дело такое, Оно уже просто заменяет сейчас сюжет. Я не считаю, что современному роману, Современной поэзии, Современному и произведению искусственного сюжета. Но с вами сейчас всё на эмоции. Функции сюжета выполняет кинематограф. Ты сможешь реакшить фильм, Кайфуешь, как бы тебе заебись. Зачем в романе вот это всё? Мадам Павари сейчас уже не будет на то читать. Хотя это гениальная книга. Но сейчас она её не будет писать. Сейчас снимут экшн-фильм, Она говорит, где её в разных позах, Там ещё и неизвестно кто. Вроде было твое, а может трое, А потом она ещё и подвесилась. Чего она? Вернее, отравилась ещё. Она только отравилась, Кайфуа. Она Каренина у неё сфоровала приступ. Самоубийство, чувак. Спасибо, не извините. Приступ самоубийства, Это, кстати, звучит неплохо. Так, есть ещё? Давайте... А фотоорганизаторы фестиваля летних в разных городах Говорят, что вы отказываетесь от фестиваля. Почему? Мы не играем на открытой площадке, Там менты и у нас всё время проблем. Они вылазят на сцену, А мы у нас всё время стеждаем, И они начинают бить людей, А для нас это неприемлемо. То есть мы считавшись на концерт, То надо там нужно кайфануть, А как ты кайфуешь, когда тебе по мордам, Это не кайфа хорошо. У нас всё время концерт хорошо. А если, допустим, организаторы дадут, ну как... Бабок. Бабок само собой. Ладно, не раз так об хуням. Я доказал, знаешь, как Господь знает. Я ещё указал утюг, Витёк. В жизни не воровал ничего, кроме книг. Скидывал утюг, Витёк. Это нахуй мне не нужен. Я говорю, не глазу. Посмотри на меня, я реально не глазу, рубашку. Я списывал этот ебаный утюг. У меня сразу жизнь пошла на косяк. Два месяца жил просто в аду. Я отдал эту тему нашему китаристу. Говорю, слушай, Антоха, он ворованный. Мне похуй, это не я, он своровал. Пусть он гладит, блядь. Хуй, вообще, сгорит нахер. Я тебе отвечаю. Это тут кирк, короче, блядь. А так нормально. Так мы играем с кем хотим вообще. И сами по себе. У нас, нас рокеры не особо любят. Мы дружно с Тихией и с Самой. В основном я тут свою с реферами люблю. Они понимают, не, ну они просто понимают, что я заряжен на слое, я поехал как бы и мне с ними легче. Я думал сказать, что мы с Рустамом сделали самеску сейчас из многоточек. Вот, надеюсь, в этом году она будет. Будем ждать. Я смотрю, записал, я знаю, переводчик. Ну ты себя теперь рэпером считаешь вообще? Нет. Это просто нормальные пацаны. Они себя не кончат. Музыканты многие, они немножко больны на мании величия. Ты не знакомы, музыканты? Конечно. Кто из них друг твой? У меня нет друзей. Вот, вот, отлично ответ. Но тебе не нравится. Но у меня, слава богу, есть друзья. И это вообще... Я тебя завидую.